Добрый день. Если все хорошо, то давайте мы начнем наш вебинар. Я рада, что у нас, во всяком случае, заявок очень много на вебинар. И вот видно, что нас становится с каждой минутой все больше. Вы знаете, что наш вебинар сегодня называется «Готов ли ваш детский сад к устойчивому развитию?». Но очень важно, что это у нас не первый вебинар, я хочу напомнить. Это у нас продолжение разговора. И был большой вебинар, на котором я подробно рассказывала и о том, что такое ОМЕП, и о том, что такое устойчивое развитие, и о проектах, которые выполнялись уже в рамках ОМЕП к устойчивому развитию, и о проекте, о новом, вкратце рассказывала. Значит, поскольку возникает много вопросов, и я рада, что много людей, много детских садов присоединяются к этому проекту, я решила продолжить наш разговор и ответить, в частности, на ваши вопросы. И, что очень важно, что это сегодня я представлю второй вариант этой шкалы, немножечко уточненный и дополненный, который мы недавно перевели с английского языка. Это тоже очень важный момент. Ну вот, если мы посмотрим на заглавный слайд, обратите внимание, что у нас тут есть такой интересный папоротник закрученный. Ну, это, во-первых, знак вопроса, потому что мы будем с вами сегодня искать ответы на многие вопросы. Но это еще значение одно имеет этот символ, какое мы потом с вами узнаем, когда дойдем непосредственно до шкалы оценки. Поскольку я знаю, что у нас довольно много людей присоединилось впервые, то есть они не смотрели предыдущий вебинар, я буквально несколько слов скажу и о том, что такое ОМЕП, и о том, что такое устойчивое развитие, потому что без этого невозможно понимать и проект, который мы будем обсуждать. Итак, ОМЕП – это самая крупная на сегодняшний день международная организация по образованию детей младшего возраста. Дети младшего возраста по международной шкале – это дети от рождения до 8 лет. То есть это детский сад наш и плюс немножечко еще начальная школа. Так что начальные школы тоже могут участвовать в этих проектах. Организации в 18-м году исполнилось 70 лет, был большой юбилей, то есть она была создана сразу после войны. И у нее три языка, прежде всего языки тех стран, которые участвовали в ее создании. Это испанский язык, английский язык и французский язык. Но все-таки, конечно, основной – это английский язык. Вот здесь у нас на слайде указана главная задача организации – это объединение людей во всем мире, защиты и обеспечение прав детей на качественное образование и работу. Я думаю, что все мы с вами этим тоже занимаемся. Есть российский комитет ОМЕП, который в свое время создавала Лариса Алексеевна Парамонова. Есть сайт, вы можете зайти и посмотреть информацию о Российском комитете ОМЕПа. И это было сделано еще в 1988 году. Так что с тех пор у нас существует такая организация. И структура ОМЕП такая. То есть у нас есть комитет международный, есть международный президент. Решения все принимаются коллегиально, в том числе и по проектам. Очень приветствуется инициатива. То есть это никак не юридикаль власти, нет. Это скорее горизонтальные такие отношения, очень свободные. Так что и ваша инициатива тоже будет приветствоваться в рамках этого проекта. И у нас сейчас, по-моему, более 60 стран присоединились. Да, и я не сказала, что кроме международного такого оргкомитета, координационного совета, еще существует для каждого континента свои организации. То есть у нас есть, соответственно, ОМЕП Европы, там есть вице-президент свой. Вот мы туда относимся к европейской части. Есть, допустим, ОМЕП Австралии, есть ОМЕП Азии, и там тоже есть свои вице-президенты. И плюс еще у каждой страны тоже есть свой президент. Значит, здесь мы видим картинку, которая для нас с вами тоже важна. Эта картинка была выполнена специально для первого проекта в рамках ОМЕП. Это тоже проект по устойчивому развитию. То есть он такой большой и длительный. И первый, самый первый этап, он был посвящен опросам детей. Я думаю, что есть среди участников тоже у нас детские сады и воспитатели, которые участвовали в этих опросах. Очень интересные были результаты. Вот эта картинка. Вот у меня тоже такая есть картинка. Эта картинка, она стала своеобразным символом проекта по образованию для устойчивого развития. Мы ее используем активно. Я, кстати, видела во многих детских садах сейчас, в том числе в уголках природы, эту картинку, что приятно. И у самого ОМЕП тоже есть символ, эмблема. Вот я вам сейчас покажу такой платочек. Вот у меня есть. Вот на нем есть эмблема. Это дети вокруг земного шара. Я думаю, что этот символ понятен. И написано вот везде ОМЕП. Но поскольку у нас сегодня как раз речь идет о проекте ОМЕП, я вот надену в прямом эфире этот платочек, чтобы мы не забывали, что это проект международный. И мы с вами идем дальше. Одну секундочку. По-моему, не сразу. Нет, третий слайд у меня почему-то. Нет, второй. Сейчас все нормально. Значит, как работает ОМЕП? Ежегодно собираются в одной стране определенные все представители разных стран, не только континентов, но и разных стран. Это называется ассамблея ОМЕП. Там решаются очень многие вопросы, связанные и с организацией работы, и с выборами, ну и в том числе проекты, которые выполняет ОМЕП, также сначала обсуждаются именно на этих ассамблеях. Ну, здесь вот приведен пример ассамблеи в Хорватии. Я участвовала очень во многих ассамблеях уже давно, с 2011 года. Значит, что касается проекта. Проект был объявлен в 2010 году на конференции в Бюдте-Борге. Годом ранее, в 2009 году, международная организация ОМЕП объявила, что устойчивое развитие, образование для устойчивого развития является приоритетным направлением образования детей младшего возраста. Еще раз напоминаю, это дети от рождения до 8 лет. И, что очень важно, вот на этой же конференции был сформулирован такой принцип, который потом применялся для организации всех проектов. Это принцип или подход, можно сказать, когда мы общаемся с ребенком таким образом, что стараемся услышать его голос. Вот, собственно, тогда прозвучал, по-моему, впервые прозвучало такое положение на международном уровне, что мы должны слышать голос ребенка, потому что дети – это такие же граждане, и они должны принимать участие и в общественной жизни, и во многих решениях в детском саду, которые у нас, как правило, принимают взрослые. Ну, понятно, что на своем уровне, но, тем не менее, мы должны их спрашивать, мы должны поддерживать их инициативу. Но, собственно говоря, у нас есть это и во ВГОСа. Главное, чтобы это все реализовалось. Итак, вот проект был запущен. Этот проект общий, да, большой, с 2010 года, он включает несколько этапов. Каждый год определялась отдельная тема и выполнялся проект. Ну, вот, например, один из проектов, он был посвящен диалогу поколений, потому что это очень важно для устойчивого развития, вот это взаимоотношение поколений. И там была и экологическая составляющая, и социальная, экономическая. В частности, взрослые дедушки и бабушки. А в нашей стране очень интересно было, у нас подключились прадедушки и прабабушки. И они рассказывали, в частности, своим внукам, правнукам о том, как у них все было устроено в магазине раньше, когда они были маленькими, молодыми. То есть какая была упаковка, с чем они ходили в магазин. Они рассказывали, как они огород сажают и так далее. Это вот один из примеров проекта. У нас очень интересные проекты тоже были в этом, по этой теме. Значит, кого это интересует, пожалуйста, посмотрите первый вебинар. Я достаточно подробно рассказала обо всех этих проектах и привела конкретные примеры, как наши детские сады выполняли проекты по той или иной теме. Значит, еще один вопрос, который мы не можем сегодня обойти, это что такое устойчивое развитие. Устойчивое развитие, я напомню, это такое развитие, когда мы с вами, то есть вообще в целом все человечество, мы, да, удовлетворяем свои потребности в ресурсах. Но у нас же у всех есть потребности, да, вот сегодня даже, я думаю, вы успели там выпить кофе, то есть вы использовали воду, вы использовали кофе. А кофе откуда у нас берется? Его выращивают на плантациях. То есть для того, чтобы вырастали кофейные деревья, то, соответственно, нужны определенные площади. То есть это уже земельные ресурсы. И вырываются леса, и выращиваются там плантации культурных растений. Наверное, вы, допустим, ели бутерброд, значит, хлеб где-то выращивался, его перевозили, тоже ресурсы использовались. То есть каждый из нас использует ресурсы. И получается, что нас очень много на земном шаре, и в результате вот это наше потребление, оно уже превосходит возможности земли предоставлять нам эти ресурсы. Так вот, еще раз, идея устойчивого развития, чтобы, да, мы потребляли, мы не можем не потреблять, но при этом мы старались потреблять так, чтобы следующим поколениям, то есть нашим детям, ну и нашим внукам, кого внуки есть, тоже эти ресурсы достались. И это означает, что мы должны учитывать законы природы и их изучать. И это означает, что мы должны поменять свою систему ценностей и поменять свое потребительское поведение. Это очень сложно, но без этого у нас просто вот, к сожалению, человечество не выживет. И надо сказать, что в последнее время этому уделяется много внимания. И устойчивое развитие, я всегда подчеркиваю, есть очень хороший, понятный, простой лозунг мыслить глобально, действовать локально, который, собственно, и применим ко всем проектам и вообще вот к тому, что мы делаем в детских садах. И к нашему новому проекту тоже. У устойчивого развития есть цели, они были сформулированы не так давно. Их 17. И хочу сказать, что сейчас во многих странах, в том числе европейских странах, в детских садах эти цели вывешиваются даже на видном месте. И школьные организации тоже могут внести свой вклад в цели в области устойчивого развития. Но я не буду сейчас подробно рассматривать, если вы хотите узнать, что это за цели. Такой информации довольно много. Но я вот как раз занимаюсь тем, что пытаюсь понять, как именно дошкольники могут внести свой вклад в реализацию той или иной цели. Вот я сейчас как раз разрабатываю эти направления. Я думаю, что это будет интересно. В любом случае, когда мы выполняем проекты, то, соответственно, мы реализуем либо одну цель, либо две, либо несколько. Но, в принципе, вот тот проект, о котором я сегодня говорю, он направлен на реализацию всех 17 целей устойчивого развития. Значит, обращаю внимание вот на этот слайд, потому что он нам еще пригодится, когда мы будем рассматривать шкалу. Значит, я уже упомянула, что устойчивое развитие имеет составляющие. Это три главных составляющих. Это экология, это экономика, это социальные проблемы, включая культуру. Но все мы этими проблемами так или иначе занимаемся. Экономикой, например, часто понимают рациональное использование ресурсов. И вот смотрите, вот у нас получается на картинке такой сегмент небольшой в центре, где все эти три области накладываются друг на друга, то есть круги накладываются друг на друга. И вот именно вот этот небольшой сегмент, где мы рассматриваем интегрированную экологию, экономику и социальные проблемы, он и отвечает требованиям устойчивого развития. Это интегрированное понятие, это очень важно. И поэтому, что занимаются просто экологическим проектом, каким-то выполнять экологический проект, но там нет, допустим, ни связи с социумом, ни связи с экономикой. Ну вот недавно мне студенты рассказывали о проекте, не посадили лук, за ним наблюдали. Но все, это условно, на мой взгляд, проект, потому что, конечно, здесь нет ни социальных, никаких составляющих. Вот можно же было потом, допустим, да, пригласить бабушек, дедушек, и они рассказали бы, как выращивать лук, какие блюда там из него приготовить. Ну, много всего можно было сделать. А если вот они добавят какие-то еще положения в свой проект, связанные и с экономикой, и социальными проблемами, то у них уже будет проект по образованию для устойчивого развития. И, значит, мы с вами определили, что проблемы устойчивого развития сейчас становятся приоритетными для образования. И если мы возьмем, допустим, проанализируем документы в области образования разных стран, это и образовательные стратегии, и, допустим, те же стандарты или программы различные, ну, вы знаете, что в разных странах ситуация с образовательными документами разная, то практически везде мы увидим, что там отражены идеи образования для устойчивого развития. Как ни странно, в нашем федеральном государственно-образовательном стандарте, несмотря на то, что слов ни устойчивого развития, ни экологического образования, там нет этих терминов, тем не менее, многие положения, которые там есть в стандарте, они как раз соответствуют идеям устойчивого развития. Это важно, потому что, реализуя таким образом проекты для устойчивого развития, вы реализуете тем самым и стандарты. Я знаю, что для детских садов, конечно, в нашей стране это важно. Ну, хочу сказать, что у нас с прошлого года и, я думаю, хорошо известная всем конференция по воспитанию и обучению детей младшего возраста, по образованию, извините, детей младшего возраста. К сожалению, она в этом году перенесена по известным причинам на осень. Она тоже проходит под эгидой ЮНЕСКО, и она соответствует реализации цели номер 4 образования для устойчивого развития, это качественное образование. И там для каждой цели есть свое содержание. И там, в частности, внутри содержания этой цели есть и экологическое образование, образование для устойчивого развития в таком более узком понимании. Но вот на следующей осень, если все будет нормально, у нас там регулярно бывает секция, и это секция экологического образования для устойчивого развития. Я ее веду. Я вас всех тоже приглашаю. Там, по-моему, может быть, еще можно даже подать и тезисы. И этому аспекту будет вообще уделено много внимания на конференции. Вот в прошлом году, например, вот вы видите здесь фотографию внизу. Это тоже как раз круглый стол ЮНЕСКО, который проходил в рамках этой конференции. И мы обсуждали возможности дошкольного образования с точки зрения реализации идеи устойчивого развития. Я рассказывала о проектах АМЕВ. Ну, хочу сказать, что у нас очень много садов участвовало в разные годы. Это было разное количество и разные дошкольные учреждения, но много в самых разных проектах. Вот с 2010 года, как начался проект, так он продолжается до сегодняшнего дня. И, в принципе, можно выполнять не только вот текущий проект, но можно возвращаться и к предыдущим проектам. И надо сказать, что я представляла результаты наших проектов, и они очень высоко оценены на международном уровне. Там как раз просили рассказывать о результатах только представителей некоторых стран и именно тех стран, у кого такие, ну, скажем так, очень хорошие результаты. Я забыла сказать, что у проекта, у этого проекта долгосрочного в каждой стране есть национальный руководитель и со-руководитель. Ну, вот я являюсь с 2010 года национальным руководителем этого проекта. И я всегда адаптирую те условия, которые нам предлагают на международном уровне, потому что понятно, что не всегда, не все положения подходят к каждой конкретной стране. Ну, и у национального проекта есть еще со-руководитель. И вот со-руководитель проекта, о котором я сегодня буду говорить, это Игорь Николаевич Рыжов. Поскольку и в предыдущих проектах он принимал активное участие в обобщении материала. Это на самом деле огромная работа тоже. Вот, и в этом году у нас тоже, я думаю, будет очень много материалов для обобщения. Вот, хотела подчеркнуть, что очень успешно наши детские сады были представлены на конференции, которая была в Ирландии. Там нам выделили просто значительный такой участок стены. Мы размещали плакаты, но, к сожалению, сами детские сады не смогли поехать. Вот, и поэтому я представляла, по-моему, у нас 8 плакатов было из разных регионов на английском языке. И был большой очень интерес. Поэтому я вот, пользуясь случаем, хочу сказать спасибо и всем детским садам, которые принимали участие, но и которые будут тоже принимать. Итак, теперь мы сейчас перейдем к новому проекту. И прежде еще хочу обратить ваше внимание, что у меня за спиной висит сумка. Это сумка с символом тоже. А мебом, наверное, видно. Вот здесь рисунок, картинка, какая же дети моют землю. И вот довольно много, много такой атрибутики разной. Значки тоже есть. Ну, вот сумка, это очень важно. Я всегда ее показываю на их занятиях или уроках, которые я провожу в начальной школе тоже. Когда мы говорим о проблеме отходов. Вот, потому что она сделана там специальным способом, полностью безопасна для окружающей среды. Вот поэтому такой тоже хороший пример. То есть они таким образом тоже пытаются агитировать людей, и педагогов прежде всего стараться вести устойчивый образ жизни. Итак, вот на экране мы видим первую информацию о новом проекте. Эта информация была в декабре 2019 года. И свой первый вебинар я тоже проводила в декабре 2019 года. И вы видите, значит, картинки здесь, чтобы было понятно, почему они здесь. Значит, у нас эмблема ОМЕП. У нас эмблема проекта в целом. А справа у нас перечень принципов, которые мы реализуем в рамках абсолютно всех проектов. Неважно, какая тема, эти принципы реализуются, потому что эти принципы относятся к устойчивому развитию. Мы о них в русском варианте, на русском языке, мы с вами о них тоже поговорим, потому что они нам тоже нужны. Значит, у этого проекта нового это оценка развивающей среды с точки зрения устойчивого развития среды детского сада. Это проект этому посвящен. Есть специальный международный координационный совет. И туда вошли четыре человека. И в этом году включили и меня туда тоже, чему я очень рада. И возглавляет его вице-президент европейского ОМЕБ. Она является и руководителем нашей координационной группы. Это Ингви Денгал. Вот здесь вы видите, она профессор шведского университета. У нас есть также профессор университета из Чехии, профессор университета из Хорватии. И я вот профессор из Московского городского педагогического университета. Мы постоянно общаемся. Вот сейчас, например, у нас 2 апреля было очередное совещание по скайпу с тем, чтобы скорректировать проект и условия. И вот я скажу, перенесли и сроки из такой сложной ситуации. То есть это такая действующая координационная группа, которая отвечает на вопросы, в том числе, которые возникают у многих стран. Они, естественно, возникают. Значит, я уже сказала, что мы с вами, с теми, кто будет участвовать, мы попробуем оценить среду вашего детского сада. То есть вы попробуете ответить на вопрос, готовы ли вы к устойчивому развитию. Возможно, вы уже готовы, у вас вообще все замечательно. А может быть, вы делаете только первые шаги. И здесь неважно вот это сравнение. То есть сравнение не будет. Я хочу подчеркнуть сразу. Это не конкурс, это не рейтинг в таком плане, что мы сравниваем там детские сады, как-то готов. Это именно шкала, которая помогает оценить воспитателям, всем педагогам детского сада свою среду, свой детский сад, свою работу, свое общение с детьми. Обсудить для чего? Для того, чтобы что-то изменить в своей жизни. Ну, я имею в виду своей, имею в виду, конечно, это жизнь детского сада, группы отдельной, в целом детского сада. Это вы будете решать сами. Но, то есть, еще раз тут тоже написано, что мы не сравниваем, и мы не измеряем только качество образования. Вот шкала рассматривается как средство, еще раз подчеркнем, чтобы создать такую общую культуру устойчивого развития, чтобы новые практики устойчивого развития появились у вас в детском саду. Причем важно, чтобы эти практики, они касались и детей, и взрослых, и под взрослыми, мы понимаем, и педагогов всех, включая руководителей, и детей, и родителей, естественно, тоже. То есть, мы, когда проводим анализ, мы потом понимаем, что вот у нас есть какие-то направления, которые, ну, скажем так, нам нужно подтянуть, нам нужно уделить им больше внимания. И потом думаем, как мы это можем сделать вместе с детьми. Это тоже входит в этот проект. Сейчас мы потом этапы посмотрим. Шкала еще для чего важна? Она помогает отслеживать вот этот ваш процесс движения к устойчивому развитию. Но на самом деле, мне кажется, дело не только в устойчивом развитии, то есть вы тогда посмотрите на свое учреждение с позиции вот этой новой шкалы, я думаю, что вы действительно увидите какие-то новые аспекты жизни детского сада и, возможно, захотите их изменить. Вопрос следующий. Кто может применять шкалу? Значит, это могут быть работники детских, ну, сотрудники детских садов, дошкольных учреждений. Они это могут делать как по отдельности, то есть вот один педагог решил сделать это в своей группе. Пожалуйста. Можно делать коллективно, но коллективно даже предпочтительнее. Почему? Потому что это будет более объективный подход. Например, у нас есть два воспитателя, и каждый воспитатель может применить шкалу в своей группе, а потом они поменяются местами. Ну, я понимаю, что сейчас сложная ситуация, но где-то возможно. Поменяются местами и оценят друг друга. И потом обсудят, как их оценки похожи или нет, или они очень сильно различаются. Это все обсудят. Может быть, коллектив таких экспертов. Мы смотрим программы, какие у нас тоже есть по образованию, отвечают ли они тоже идеям устойчивого развития. Ну, и, возможно, это поможет вам соотнести ваши приоритетные направления, которые вы считаете приоритетными, с результатами шкалы, и у вас появятся какие-то еще новые приоритетные направления. Координируется, как я уже говорила, этот проект вот в целом на международном уровне АМИП, и принимаются и дополнения, и вопросы, и критические замечания по шкале. Я думаю, что мы это все будем тоже эту информацию собирать. Она уже, эта шкала, использовалась в некоторых странах, но выборочно. Сейчас гораздо больше стран присоединились к этому проекту. Вот, как я уже говорила, что использовались шкалы в некоторых странах и, в общем, показали свою эффективность. Какие преимущества вот авторы этой шкалы отмечают? Шкала разработана в рамках АМИП, там несколько было специалистов. Значит, что позволяет эта шкала? Давайте посмотрим. Она позволяет объединить группу профессионалов в области дошкольного образования, найти общий язык для дискуссии и обсуждения развития своего учреждения, потому что вы все это обсуждаете на конкретных примерах, регулярно отслеживать происходящее изменение и возможности для отчетности, дальше обеспечить прозрачные критерии для оценки изменений в дошкольных учреждениях, но я вам свое мнение сразу выскажу насчет прозрачности критериев. Они, да, они прозрачны, но в общем критерии, которые есть, мы с вами тоже их обязательно рассмотрим сегодня, они могут пониматься разными людьми по-разному. Это безусловно. То есть есть такой субъективный момент и с этой точки зрения хорошо, когда в оценке среды участвует несколько человек, а потом вы это все обсуждаете и у вас получается результат. Ну, и вот здесь интересный последний пункт свести к минимуму документа обороны. Ну, я думаю, что многие из вас улыбнутся, когда это услышат. Это, конечно, в рамках каждой страны своя специфика, вот, но считается, что меньше будет как бы отчетов, а документы, которые составляются в рамках этой шкалы, они позволяют снять многие вопросы, которые возникают при оценке работы детского сада. Возможно, в чем-то они у нас тоже могут использоваться дополнительные. Значит, что еще важно? Мы всегда говорим, что оценивание это прежде всего оценивание себя. Ну, вы знаете, что детей мы как бы вообще не оцениваем, хотя на практике я вижу, что детей все равно оценивают. Это сложно очень от этого отойти. То есть это для самооценки и внутренней оценки дошкольного учреждения. То есть здесь нет такого, что ага, вот этот детский сад мы оценили, он плохо работает, он там еще далек от устойчивого развития, а вот посмотрите, этот детский сад замечательно. Я думаю, что вам со ним будет интересно посмотреть и сравнить то, что вы делаете с другими детскими садами, безусловно, но без вот этой идеи, такой, я бы сказала, нездоровой конкуренции. Это здесь не предполагается. Что включает шкала? Это наблюдение, то есть педагог наблюдает по определенным рекомендациям, выстраивается рейтинг, потом, естественно, проводится рефлексия, дискуссия, и все вместе педагоги намечают план работы. Но вот здесь мы говорим, что педагоги намечают план работы, но в этом проекте предполагается, что участвуют дети. Вообще вот я говорила, что голос ребенка у нас должен быть на каждом этапе. И вторая часть проекта, после оценки, которую вы проведете, она как раз и предполагает выполнение большого проекта вместе с детьми для того, чтобы ликвидировать те пробелы, которые вы у себя обнаружили. Эту шкалу можно использовать как руководство, с помощью которого и педагоги, и руководители учреждений смогут проводить постоянную рефлексию и сосредоточиться на работе с детьми и местными сообществами. Поскольку я говорила, что устойчивое развитие подразумевает и социальную составляющую, это очень важный момент, у нас с вами при обсуждении постоянно будет звучать связь с местным сообществом. Но это local community это переводится, да, так с английского. То есть понятно, то, что я, например, в своих программах называю связь социумом. И я знаю, что, конечно, я думаю, что у всех практически она есть. И идея в том, чтобы детский сад вносил тоже свои инициативы в социум, что-то вместе с ним делал и менял этот социум к лучшему. То есть ввел его тоже к устойчивому развитию. Ну, вот здесь еще тоже пример. Я просто в той же теме еще взяла различные фотографии сделала. То есть это могут быть самые разные темы. Это не только, допустим, тема экологическая, да, там связь с природными парками. Это даже вот тема, которой все практически занимаются, это безопасность там на дорогах, например. Это когда вы приглашаете представителей разных профессий к себе. То есть таким образом детский сад включается в социум двумя путями. Ну, во-первых, сам детский сад, да, дети выходят в социум и педагоги. Это, допустим, надеюсь очень, что мы скоро тоже все сможем, да, с вами в социум выходить снова. Это и походы в музеи, и экскурсии различные. Это один вариант. А второй вариант связи с социумом, когда представители разных учреждений, организаций, те же родителей ходят в детский сад и что-то делают с детьми. Здесь разные варианты могут быть. Но вот несколько раз подчеркивается в этой шкале, что она снижает бюрократическую работу, как они ее называют, с документами. Но тем не менее сразу хочу сказать, что да, здесь тоже заполняются определенные документы. Мы в конце к ним придем. И значит, шкала у нас имеет отношение по содержанию и к образовательным программам, и к учебным планам, и вообще к тем подходам к образованию, которые вы реализуете в детском саду. То есть это не только развивающая предметно-пространственная среда. Наверное, очень важно, что каждый детский сад может адаптировать эту шкалу своим условиям, то есть по-своему ее применять. Но здесь есть определенная граница. Почему? Потому что все-таки должны быть общие положения в шкале, которые позволят смотреть на проблему с позиций разных стран. То есть проанализировать, насколько есть идея устойчивого развития, допустим, в нашей стране, в Швеции, в той же Хорватии, в Болгарии и так далее. Поэтому критерии должны быть общие. Но какую-то конкретику мы можем добавлять. И получается, что есть у нас условия такие общие. Потом я как национальный руководитель тоже немножечко корректирую в переводе. И затем уже вы тоже смотрите, как вам удобно реализовать эту шкалу. На самом деле это важный момент. И, собственно, вот отчасти это были мои предложения. Еще с самого начала, когда мы стали реализовывать проекты по образованию для устойчивого развития, я стала говорить, что нужна адаптация к условиям каждой страны. И вот все проекты, которые мы выполняли, я адаптировала к нашим условиям российским. И там даже, в общем-то, признали на международном уровне, что именно отчасти вот эта адаптация, она позволила детским садам активно включиться, потому что они понимали, о чем речь, могли сопоставить с нашей системой образования. Вот, значит, у вас тут есть тоже некоторая свобода. Есть даже специально пустые графы, что вы еще хотели бы оценить, например, что вы считаете важным. в шкале у нас есть инструментарий и для индивидуального планирования, что вы лично можете запланировать потом по результатам проекта, и для группового. Ну, то есть, допустим, это может быть собрание всех педагогов всего детского сада или нескольких групп детского сада, которые будут вместе потом его реализовывать. Это как раз вот все это обсуждается, когда проводится рефлексия. Значит, еще раз вернемся к тому, что одной из базовых установок педагогового образования вот с позиции этого проекта и устойчивого развития в целом является признание того, что дети могут вносить компетентный вклад в жизнь общества. Вы знаете, это очень важный момент. Хотела бы обратить ваше внимание на это, когда вы будете давать оценку своей среде, в том числе среде в широком смысле этого слова и отношениям с детьми. Дело в том, что иногда нам кажется, что дети у нас включены в различные процессы. Ну вот мы их спросили и сказали, вот смотрите, мы будем там что-то делать для города. И они пошли и сделали. Вроде бы включены, да? Но мы их при этом не спрашиваем. А могут ли они что-то предложить для города? А что они хотели бы сделать, допустим? Может быть, разработать какие-то свои проекты для этой цели? Вот первый вариант, он такой, я бы его назвала таким ложным. Вроде присутствуют внешние такие атрибуты, но на самом деле, по сути, он все равно такой традиционный, когда педагог все определяет. Даже как в игре, да, мы говорим, вот педагог там создает условия, говорит, вот идите играйте, так-то, так-то и так. Вот. Это такой ложный подход, ложный, он дает нам какие-то представления. А здесь мы как раз должны посмотреть, насколько дети реально включены. Создаете вы территорию детского сада? Вот сейчас вот весной тоже, ну, эта весна, конечно, не типична, а в принципе, и весной, и осенью у нас там начинают воспитатели активно очень все делать на территории, и я вот много вижу таких фотоотчетов. Вот молодцы родители, они нам сделали то-то, то-то и то-то, такой-то домик. Вот воспитатели у нас там покрасили забор, вот воспитатели очистили какую-то территорию, и детей там нет. То есть это как раз вот подход, да, преобразуется среда, безусловно, но голос ребенка при этом мы не слышим. Вот здесь нам хотелось бы, чтобы ребенок был вовлечен во все эти процессы. То есть с точки зрения авторов вот этого проекта, ну, даже с точки зрения федеральных наших стандартов, да, дети, они могут быть инициаторами перемен. И должна быть вот такая совместная работа, ну, вот авторы шкалы предполагают, что сразу резко увеличится количество проектов и практик для устойчивого развития, если мы вовлечем в этот процесс детей. Ну, и сейчас действительно во многих странах такой подход реализуется. Я считаю, что он реализуется и в нашей стране. Но вот я хочу сказать, что когда я читала условия вот этого проекта, я подумала, что здесь отражены очень многие подходы, о которых я уже много лет говорю, во-первых, и во-вторых, я вспомнила об экологическом паспорте детского сада, который я разрабатывала когда-то. Вот я думаю, что многие тоже его использовали. Если вы посмотрите содержание, там как раз вот очень много из всего того, о чем я сейчас говорю, там присутствует. Там есть раздел связь с социумом отдельно, там есть оценка среды, вовлечение детей и оценка методических пособий. Так что, если кто, допустим, составлял такой паспорт, вы вполне можете вернуться к нему, посмотреть и что-то использовать в данном проекте. Можно экологический паспорт выполнить как проект детского сада, например. Еще одна базовая установка допольного образования это реализация целостного интегративного подхода к образовательным программам. Думаю, что такой подход тоже у нас реализуется. Мы все-таки помним, да, о том, что это шкала, описание шкалы для всех стран. Вы знаете, что далеко не во всех странах есть разработанные программы, то есть многие детские сады, они сами составляют свои программы, более того, даже сам воспитатель может составить свою собственную программу, независимо от других. Ну, и понятно, что, конечно, у нас интегрированный подход и целостный подход, если помните, у нас всегда мы говорили о том, что ребенок-дошкольник целостно воспринимает окружающий мир, но и в общем-то все эти подходы, о которых я говорю, они отражены и в моей программе «Наш дом. Природа». То есть, вот если вы хотите тоже про устойчивое развитие, почитать про эти подходы, посмотрите программу. Вот здесь представлен как раз последний вариант программы. Он выходил в 2017 году в издательстве «Линка Пресс». Это новый вариант программы. Там как раз экологическое образование рассматривается именно с позиции устойчивого развития и сама структура программы, она полностью соответствует требованиям к построению программ. И к тому же она там у нас теперь предназначена начиная для детей начиная с двух лет. Значит, еще какое положение важно для шкалы помимо вот этих установок, подходов. Это то, что мы говорили, шкала оценки для устойчивого развития используют вот как раз вот эти три составляющие устойчивого развития ЮНЕСКО. То есть я поэтому попросила вас запомнить тот слайд, у нас кружочки такие были, да, и на пересечении мы видели устойчивое развитие. Вот как раз шкала на этом построена. У нее вот все присутствуют все эти три составляющие, все три компонента. и таким образом вот эти подходы, они позволяют, как считают авторы, анализируют области образования, которые особенно важны для формирования культуры устойчивого развития. И в реализации которых могут участвовать как отдельные педагоги, профессионалы, так и целые коллективы. Что еще очень важно? Редко возникает вопрос. Вот, допустим, вы начинаете и вы видите, что у вас, например, хорошо отражена экологическая составляющая, а экономическая там и социальная, я условно говорю, они пока у вас не очень представлены. Начинайте с той составляющей, которая у вас хорошо представлена. То есть вы тогда начинаете с экологической. Если у вас, например, прекрасно представлена связь с социумом, много разных таких мероприятий, направленных на сотрудничество с разными организациями, учреждениями, с семьями, начинайте с социальной составляющей. Ну и понятно то же самое по отношению к экономической. То есть вы, получается, вы, получается, начинаете с одной. Таким образом у вас вырабатываются уже навыки, вырабатываются работы по этой шкале, и потом вы уже переходите к остальным областям и получаете такую полную картину. Мне кажется, что это разумный такой пример. Вот могу привести еще тоже из опыта работы пример. Вот на этой фотографии, где красная книга, это детский сад «Талые паруса», в котором был реализован проект по красной книге. Я хочу просто привести пример, как изначально экологический проект потом, в общем, стал и социальным, и экономическим. То есть изначально идея воспитателя была просто создать красную книгу, взять красную книгу Москвы, чтобы дети перерисовали картинки, написать тоже про животных и знакомить детей таким образом. Я же предложила воспитателю немножко другой вариант. Я сказала, давайте мы детям предложим самим определить, что должно быть в этой красной книге. Я так сама делала тоже в свое время. То есть неважно, есть это растение или животное в красной книге или нет его, ребенок может предлагать любое животное. идея была в том, чтобы он объяснил, а почему он предлагает, чтобы это животное появилось на страницах красной книги. В чем тут идея? Идея в том, что для того, чтобы ребенок объяснил, он должен понимать, почему появились красные книги и почему вообще животные, многие находятся под угрозой сокращения численности или исчезновения даже. То есть каковой причины. Ну вот самое главное, напомню, это исчезновение и местобитание. Вот дети, да, они предлагали свои варианты, при этом они для каждого варианта объясняли, да, вот это была красная книга растений, они сделали первоцветов. Этот первоцвет мне нравится, я считаю, там его срывают или ему негде расти. Вот это очень важный момент, тогда у детей совершенно другое представление о красной книге. То есть это переход от такого знания, подхода, когда дети перечисляют там животных, занесенных, да, это переход к вниманию. Начали делать эту книгу. Потом, значит, тоже была такая моя идея, я воспитателю предложила, говорю, давайте мы сделаем, поскольку это экологический проект, давайте мы сделаем эту красную книгу из бросового материала. Она очень вдохновилась, она замечательно стала развивать эту идею. и вот вы видите эту красную книгу. Они все наполнение этой красной книги, листы, дети сделали из вторичной бумаги, она организовала такой целый мини-проект, папа им там сделал такое специальное оборудование, чтобы прижимать листы, которые они делали из ненужной бумаги, такой пресс специальный, то есть вот уже пошла связь с социумом, причем это тоже неожиданно было, не запланировано, папа просто пришел, увидел, что у них там бумага под прессом и говорит, да давайте я вам помогу, я вам придумаю вот такое интересное оборудование. Затем, значит, вместе с педагогом по изодеятельности они рисовали вот эти все растения, они придумывали эмблему, и вот еще воспитатель внесла свой такой интересный вклад, она нашла какую-то старую ткань красную, такую плотную, и сделала обложку тоже из старой ткани, то есть из ненужных материалов, и там написано тоже, это все вручную вышито, по-моему, в конце мы сделали природоохранные знаки, то есть там надо себя вести, чтобы эти растения сохранить, это тоже, в общем-то, уже поведение в социуме, а вот то, о чем я говорила, и страницы из вторичной бумаги, то есть они собирали еще эту бумагу, к тому же сортировали, и оформление вот этой книги, это у нас как раз экономическая составляющая, это экономия ресурсов, ну, и с экологической, я думаю, тут уже понятно, потом, когда они закончили проект, проект получился очень интересный, там разные воспитатели участвовали, много детей, тоже родители, они пошли с этим проектом в школу, они представляли этот проект на всероссийских конференциях, вот Министерстве природных ресурсов, например, я помню, они представляли этот проект в библиотеке, то есть очень такой, я считаю, такой, если так можно выразиться, эффектный и социальная вот эта составляющая, то есть очень много они сделали для связи с социумом и представлением этого проекта. Вот это пример хороший, я на нем остановилась, потому что он показывает, как можно объединить все три составляющие. Теперь, помните, я показывала вам эмблемку и говорила, что там есть семь принципов, семь R, но у нас семь R не получается, вот здесь написано семь терминов или семь принципов семь R, дело в том, что семь R это когда термины звучат по-английски, там, допустим, reduce, переиспользовать, там, reduce, сократить потребление, то есть по-английски вот все эти семь терминов, они начинаются на букву R, но у нас так не получилось, вот мы старались как-то переводить близко к тексту, но все равно пока не нашли одну и ту же букву общую. Значит, какие эти семь терминов, они у нас имеют отношение и к проекту, который мы сейчас с вами рассматриваем. Это повторное использование, старые вещи приносят пользу, но я думаю, что тут многие скажут сейчас участники, о да, мы там используем и оборудование, делаем из бросового материала и разные игрушки, это именно то, вот я думаю, что по этому пункту у вас не будет, по этому принципу у вас не будет никаких проблем. Дальше, сокращение, сделать больше меньшими силами, потом еще об этом тоже поговорим, переработка, кто-то еще сможет это использовать, я думаю, что тоже, допустим, те же ярмарки, на которых дети и родители могут презентовать вещи, отдавать вещи, которые им не нужны, брать то, что им нужно, вот, дальше, перераспределение, использование ресурсов может быть больше равенства, но это скорее такой международный подход, он отчасти только может быть использован, но я думаю, допустим, если вы, у вас есть какие-то ресурсы, например, вы собираете что-нибудь в благотворительный фонд, и этих ресурсов там не хватает, может, не хватает каких-то предметов, вот, таким образом вы способствуете перераспределению тоже, допустим, у вас остались книжки в детском саду ненужные, может быть, их много, но я условно говорю, да, и вы их передали там в детский дом, это перераспределение тоже. Дальше принцип уважения к правам ребенка, это понятно, то есть, вот то, что инициатива и диалоговая форма и голос ребенка мы слышим, это все уважение, конечно, к правам ребенка. Осознание культурных различий в мире. Тоже, надо сказать, что этот принцип у нас, ну, практически во всех программах есть, и в большинстве детских садов он реализуется, но, к моему удивлению, вы знаете, не во всех. Я разговаривала с детскими садами, которые говорят, да вы знаете, мы как-то мало обращаем внимания на вот это культурное разнообразие, хотя понятно, что эта тема сейчас очень актуальна. И переосмысление. Сегодня люди ценят другое. Этот принцип, конечно же, очень тесно связан с изменением потребительского поведения и формирование первоначальной, конечно, первоначальной системы ценностей у детей. Потому что сейчас во всем мире идет речь о том, что мы свое потребление должны переосмыслить. И, ну, например, допустим, покупка одежды, покупка игрушек. Всегда ли все эти игрушки нужны, когда там у ребенка 20 кукол, допустим. Вот. Это тоже очень важное такое направление, но, мне кажется, оно одно из наиболее сложных. Потому что, ну, вот, пока у нас не так давно, надо сказать, мы начали употреблять все, что хотим, и поэтому пока остановиться довольно сложно. Но в последнее время у молодого поколения, что отрадно, наблюдается такая тенденция. Вы знаете, что сейчас и секонд-кенды тоже становятся популярными, и, допустим, обмен там вещами, о котором я говорила. Сюда же, кстати, относятся одним книгами «Буккроссинг». Вот. Многие молодые люди, они задумываются о том, что они влияют на среду. И не только молодые люди, и молодые родители тоже. И таким образом они влияют на детей. Вот это тоже нужно поддерживать. Есть много общественных организаций. Теперь давайте рассмотрим содержание каждой из составляющих, которые мы будем с вами оценивать. Что входит в социальное и культурное устойчивое развитие? Это по мнению авторов «Шкалы». Содействие диалогу с детьми и участию их в различных делах, в различной деятельности. Но это все, конечно, касается именно теми социального и культурного устойчивого развития. Дальше. Противодействие неравенству, уважение к различиям. Но мы же не случайно сейчас говорим о том, что у нас в группах, например, много детей разной национальности. И мы стараемся, чтобы у детей было толерантное отношение друг к другу, чтобы они понимали, что люди разные, разные культуры и уважали тоже эти различия. Следующее. Мир и разрешение конфликтов. Это такая более глобальная тема. Разнообразие, культурное разнообразие, о чем я сказала. Далее. Это передача знаний между поколениями, то есть традиции. Но опять же, в нашей стране мы всегда много внимания уделяли связи поколений, передачи традиций. Правда, сейчас здесь есть, безусловно, новые аспекты. Когда, допустим, поколение бабушек и дедушек может передать свои знания, свои традиции, но эти традиции уже не всегда востребованы в современном мире. И такая уникальная ситуация, когда новое поколение может свои знания передать бабушкам и дедушкам. У нас всегда было только старшего поколения к младшему. но я думаю, что многие из присутствующих на нашем вебинаре консультируются у своих детей и даже у внуков по поводу различных компьютерных программ и вообще компьютерных технологий. Вот я, например, консультируюсь у внучки 7-летней, она мне говорит всегда, ну это же очень просто, смотри, нажми там сюда и все получается. Это вот новая такая ситуация. Дальше культурные практики сюда входят. Это, мы сейчас тоже стали говорить о культурных практиках, вы знаете. Например, это рассказы о культурах других народов, их традициях, тоже у нас представлено это. Дальше ценность сочувствия и сопереживания. Это эмпатия, это тоже мы стараемся формировать в детях, ну не всегда, если честно говорить, получается в современных условиях. И последние рассказы о повседневной жизни других людей. Ну это, собственно, тоже направлено на то, чтобы ребенок узнавал о социуме, о профессиях, допустим, и с уважением относился ко всем людям. Понимал, что у них разные потребности, разные интересы. Вот. Ну вот тут обратите внимание, замечательные тоже, на мой взгляд, фотографии из разных детских садов. Здесь у нас представлены народности, которые проживают в России, в Одессе, в Курске есть у нас национальный костюм, и есть национальности, которые приехали, допустим, дети приехали из других стран, другой национальности. Теперь следующая составляющая, это экологическая составляющая, или, как называют авторы, устойчивое развитие окружающей среды. Значит, что здесь у нас? Опыт общения с природой. Ну, вот на первый взгляд, можно сказать, да, у нас все замечательно, да, общение с природой, но вот я с этим не соглашусь, и мне хотелось бы попросить вас честно писать, вот что происходит в детских садах, потому что это интересно обобщить, и потом, может быть, даже вот написать такую статью, может быть, обращение и Министерство образования по поводу того, что сейчас у нас природа, она уходит из детских садов и с территорий детских садов, и дети не выходят за пределы детского сада, в отличие вот от тех традиций, которые были когда-то в нашей стране. То есть, вот тут надо очень подойти к оценке общения с природой детей честному, я бы попросила вас. Дальше, навыки критического мышления. Ну, вы знаете, у нас есть 4К компетенции, разные, креативность, критическое мышление. Вот, это отчасти оттуда тоже. Дальше, знание местной природы, обучение в своей непосредственной окружающей среде. Ну, опять же, я вот когда прочитала, сразу вспомнила свои рекомендации по программе «Наш дом природы», то есть, мы прежде всего начинаем с детьми экологическое образование в их непосредственном ближайшем окружении. Те объекты рассматриваем, которые находятся в частности на территории детского сада. Следующее, это понимание взаимосвязи человека и природы. У нас практически все программы на это обращают внимание. Следующее, прошлое, настоящее и будущее окружающей среды. Но вот это такой интересный аспект. Я не знаю, рассматриваете ли вы с этой позиции окружающую среду. Мне кажется, даже может быть такой проект, да, вот что было в прошлом, что сейчас и что может быть в будущем. И я бы добавила тоже мое такое предложение, а как бы дети видели вот это будущее окружающей среды. Следующий пункт, это поддержка биоразнообразия. Я этому очень много внимания уделяю. Допустим, проекты по созданию убежищ разных для животных на территории детского сада. Это и домики отелей для насекомых, это домики для ежа. Вот вы знаете, что мы вместе с обручем делали такой видеофильм, домик для ежа называется. Вот это и посадка разнообразных растений вместо этих пластиковых покрытий, которые сейчас у нас уничтожают это биоразнообразие на территории детского сада. Вот это проблема биоразнообразия. Следующее, принятие информированных решений для настоящего и будущего. Понятно, что дошкольный возраст это особый возраст, и дети не могут принимать сами решения, но мы можем их привлекать в какие-то самые простые решения, которые у вас принимаются в детском саду. Вот мне кажется, это важный момент. Ну, например, вот решайте, сейчас мы говорим о сортировке мусора, и, в общем, не знаю, как будет все это реализовываться, но, в принципе, обещали, что баки для раздельного мусора будут ставить на территориях образовательных организаций. В некоторых школах уже стоят. Вот дети могут, допустим, поучаствовать, а место выбрать для этого бака, какой мусор там у вас есть, какие-то свои предложения внести. Активное участие детей в выращивании еды и ее приготовлении. Но, опять же, у нас в стране, я и на международном уровне это говорила, на конференциях, у нас уникальная ситуация была. У нас всегда на территориях были огороды, у кого-то они остались до сих пор, но, к сожалению, количество уменьшилось по разным причинам. А в мировом масштабе, наоборот, сейчас создают огороды на территориях, потому что их не было. И в тех же детских садах, допустим, вот в Норвегии я видела, даже если нет возможности там посадить большой огород, они делают мини-огороды в ящиках. И, кстати, вот тоже, если у вас, допустим, нет возможности сейчас разбить огород отдельно, вы можете сделать такие ящики специальные вместе с детьми и создать хотя бы такой небольшой огород. Здесь идея в чем состоит, почему это устойчивое развитие? Потому что людей учат использовать в питании продукты, которые выращены в их ближайшем окружении, с тем, чтобы эти продукты не перевозились на большие расстояния, потому что когда продукты перевозятся, соответственно, тратятся ресурсы, загрязняется среда окружающая, а локальные продукты, они вот, они растут более со своего огорода. Но тут есть, конечно, такие аспекты проблемные, то есть, допустим, можно ли с каждого, с любого ли огорода можно использовать в питании все, потому что у нас разные экологические ситуации, в которых детские сады находятся. Но, тем не менее, вот, мне кажется, нам в стране важно опять возобновить вот это движение, я бы сказала, разбивать огороды и использовать их и привлекать родителей тоже к этому. Вот, ну и с этим же связано и приготовление еды, соответственно, то есть, в том числе из тех продуктов, которые выращиваются в вашем регионе. Третья составляющая, это экономическое устойчивое развитие. Что сюда входит? Значит, устойчивое потребление, мы его называем чаще разумное потребление, но очень просто, допустим, даже ребенок может задумываться, а надо ли мне это? Это первый вопрос. Действительно ли это мне нужно? Вот как у нас там шоппинг, да, сейчас, ну вот настроение плохое, даже сейчас видео шоппинг есть, у нас люди сидят в самоизоляции, развлекаются таким образом. Может, эти вещи и никогда не понадобятся, ну вот просто, чтобы для себя приятное что-то сделать. это неразумное, конечно, потребление, потому что с детьми можно об этом говорить и, допустим, если что-то лишнее там покупается, а что потом с этим будет, куда оно денется, когда тебе станет, допустим, ненужным. Производство с учетом моральных норм. Ну, это сложный вопрос, я не знаю, как у нас это мы будем рассматривать, я над этим буду думать, хочу вам сказать. Я потом подробно рекомендации определенные дам. Ну, что здесь, единственное, что могу сказать, что, допустим, вот есть у нас в магазинах яйца, продаются, да, допустим, если вы обращали внимание, есть такие яйца, я сейчас рекламу не буду делать, у них такое даже название там, такая-то курица, и эти куры, они выращиваются в свободных условиях, то есть они живут в хорошей среде, они гуляют, вот, и такие яйца дороже. А есть, допустим, куры, которые живут в клетках тесных, то есть они, скажем так, ужасной куриной жизнью живут, не менее, они тоже несут яйца, эти яйца продаются, они дешевле. и здесь речь идет о том, чтобы люди выбирали все-таки, вот, где яйца покупали, которые возят фермы, где куры живут такой счастливой жизнью. Если кто помнит, слушал мои вебинары, я когда-то рассказывала о том, что в Швеции такой даже был специальный проект, который выполняли дети трех, четырех лет, всего-навсего, вот, они спрашивали, яйца откуда берутся, и бывают ли у цыплят яйца, несут ли они у них свои цыплята, я просто напомню, если кто слушал меня тоже раньше, вот, и очень стали переживать по поводу того, что куры, которые несут яйца, вот, они живут в очень плохих условиях, это именно те куры, яйца которых поставляли в детский сад, и вот они потом, значит, решили, что будут покупать яйца на другой ферме, где куры в хороших условиях, и объявили такой громадный проект, он действительно громадный стал, то есть сначала на уровне своего детского сада, потом на уровне города, и потом это на уровне Швеции, такая агитация, это вот, мне кажется, вот такой пример может быть. Вот, дальше, совместное использование ресурсов. тут, наверное, какие-то примеры нужно продумать, как вы используете одни и те же ресурсы, это я так думаю, допустим, и в разных группах, может ли такое быть? Ну, собственно говоря, допустим, когда мы организуем какую-нибудь выставку, или мы мини-музей организуем в коридоре детского сада, да, им пользуются разные группы. Мы тем самым тоже экономим ресурсы для создания мини-музея, и таким образом, ну, это как пример, это пока что первое, что мне пришло в голову. Тоже тут нужно подумать. Следующий пункт борьба с бедностью, но понятно, что на международном уровне есть свои такие аспекты, но, к сожалению, у нас тоже есть такая проблема, и есть благотворительные фонды, и, например, мне кажется, что вот эта акция, которая сейчас проходит у нас очень успешно в стране, вы знаете, эту акцию, это акция, когда мы собираем крышечки, добрые крышечки, и когда потом эти добрые крышечки сдаются на предприятие, а предприятие сумму определенную денежную выплачивает, там благотворительный фонд помогает. А сумма, это она соответствует сумме, которую это предприятие должно было бы выплатить за сбор крышечек детскому саду. Вот, то есть, наверное, это и вот сотрудничество с какими-то фондами определенными, сейчас детский сад тоже это делает, некоторые детские сады, здесь разные аспекты, но эта проблема, я бы сказала, такая для нас относительно новая, и проблема, с которой мы будем сталкиваться в ближайшее время. Социальное предпринимательство, ну, понятно, что, наверное, есть какие-то у вас социальные предприятия, такие, ИП или другие формы какого-то предпринимательства, которые тоже могут сотрудничать с детским садом, но это тоже мои предположения, потому что там расшифровки нет. Я вам приведу пример, вот это случайно так получилось, как-то проводили мы уроки, зеленые уроки, это, правда, было в начальной школе по сортировке отходов, и тот мальчик один сказал, а у меня папа специально организовал предприятие по сортировке отходов, вот, и я думаю, что от этого папу вполне можно пригласить в школу, и он может помочь организовать сбор, сортировку, вот, то есть, какое-то такое сотрудничество, это надо продумывать, это направление тоже для нас достаточно новое. Следующие отходы и их влияние на окружающую среду, это то, что было у нас в отдельном разделе моего экологического паспорта детского сада, то есть, то есть, мы выбрасываем отходы в детском саду, мы используем энергию, у нас есть свет в детском саду, у нас есть тепло, мы используем воду, другие ресурсы, у нас есть питание организованно, это тоже мы опосредованно используем ресурсы, и таким образом оказывается, что и детский сад тоже активно влияет на окружающую среду. Очень многие детские сады об этом просто не задумывают. То есть, очень часто люди говорят, да, вот, это на нас влияет, вот там выбросы определенные, вот загрязнили среду свалками, да, это тоже, конечно, есть в нашей жизни, но важно подумать о том, а что вот мы лично, вот наш образ жизни влияет на окружающую среду, ну, и, соответственно, от этого отталкиваясь, мы можем даже создать проект, как изменить что-нибудь в нашем детском саду, в нашем образе жизни, чтобы уменьшить влияние детского сада на среду. Дальше смотрим положение удовлетворения базовых потребностей, чистая вода, образование, здравоохранение, жилище. Ну, я бы сказала, что это скорее относится в целом к школьному образованию и к экономическому устойчивому развитию на таком уже более глобальном уровне, то есть, чтобы была чистая вода у детей. Ну, здесь что можно посмотреть? Допустим, если это необходимо, если фильтры для очистки воды, кулеры, может быть, ну, какие-то другие такие тоже компоненты вот этого направления, они тоже могут быть проанализированы. Следующая, эффективная бытовая техника. Ну, что значит эффективная бытовая техника? Знаете, что есть у нас и холодильники, есть у нас и кондиционеры, и другая бытовая техника, которая имеет специальную маркировку, и эта техника, она является энергосберегающей. Вот, собственно говоря, это самое главное. Но здесь, наверное, может быть связана и деятельность по сокращению использования энергии в детском саду, там, когда мы выключаем ту же бытовую технику, если это возможно. Ну, вот, следующий пункт, он как раз связан с тем, о чем я говорила только что, это эффективное энергопотребление, то есть, как вы экономите энергию. Дальше, это транспорт, то есть, как вы используете транспорт в детском саду. Но с детьми это может быть вообще в целом проекты по транспорту, делали в детских садах. Ну, такой интересный пункт, еще раз хочу сказать, что это перевод, и на самом деле многие термины переводить очень сложно. Я уже искала, искала вот именно наши термины, чтобы они не совсем были ну, не похожими на те термины, которые употребляются в английском языке. Вот, поэтому, ну, корреляция определенная есть, конечно. ценность нематериального, это понятно, когда мы говорим об эмоциональном развитии, допустим, ребенка. Я всегда говорю о самоценности природы, как вы помните, то есть, это и красота природы, когда мы детей учим любоваться природой, причем хочу подчеркнуть, что не только тем, что, ах, красивая роза, да, что все имеет свою определенную красоту в природе, везде можно найти какой-то такой интересный аспект. Значит, что дает педагогу школа? Это вот замечательный педагог, который, к сожалению, ушел из детского сада, это школа номер 17, и он долгое время, вот последние годы работал педагогом-экологом, у них есть и сейчас педагоги-экологи, вот, и это замечательно, когда есть и мужчины в детском саду, вот, они оценивали тоже вот свою среду, экологическую тропинку на территории, и у них есть большая экологическая комната, поэтому я, собственно, эту фотографию сюда и включила. Значит, последовательность показателей, там у нас, на каждой области у нас есть показатели, они в определенной последовательности выстроены, мы сейчас посмотрим с вами, и форму тоже. Вот эта последовательность, она дает педагогу или коллективу время для того, чтобы обдумать, как вот эти дальнейшие действия, которые вы выполняете по шкале, интегрировать в повседневную практику. Ну, как я это понимаю? То есть, тут на самом деле очень сложная была формулировка, значит, мне кажется, что вы, допустим, какой-то один критерий взяли, вы оценили по этому критерию, и дальше вы думаете, как можно вот эти результаты, которые вы получили, потом связать с последующими измерениями, и как можно вот эти результаты использовать в вашей практике. Хочу подчеркнуть, что у нас там в форме будут пустые клетки, в эти пустые клетки вы можете добавлять свои собственные показатели, свои собственные комментарии, то есть, даже новые показатели. Это очень важно, на мой взгляд. Итак, новая шкала разделена на три части, значит, на социально-культурную, экономическую и экологическую. и для каждой области разработаны свои критерии, свои параметры, они представлены, их оценка представлена на шкале, шкала это разбита на части, в ампозон шкалы от единицы до семи. Вот, обратите внимание, я вот эти рисуночки подобрала тоже, чтобы они соответствовали содержанию того, о чем я сейчас говорила, то есть, у нас вот один рисунок соответствует составляющей экономики, второй экологии и третий социальным проблемам. Значит, процесс включения ценностей устойчивого развития в образование можно представить как росток аппаратника. Вот, я вам говорила, когда первый клайд обсуждала, что мы вернемся еще к аппаратнику, то есть, у нас ценности устойчивого развития, мы постепенно их включаем по мере оценки с помощью этой шкалы, значит, у нас как будто вот оценили там один критерий, аппаратник немножко развернулся, вот второй, и в конце он у нас должен раскрыться, это тоже моя трактовка. Значит, получается, что шкала предлагает новые способы развития и педагогов лично, и дошкольных учреждений в целом. Таким образом, у нас показатели образуют определенный ряд, и каждый этот показатель, он не просто для того, чтобы оценить, а для того, чтобы мы переосмыслили известные нам вещи, то, что нас окружает, то, что мы посмотрели, и, соответственно, это должно привести нас к каким-то новым действиям. Значит, сейчас мы посмотрим, у нас колонии интересно очень сделали, значит, у них есть шкала 1 и 5 и 7. Давайте посмотрим, что это значит. Здесь нет, вы видите, нет двойки, нет четверки и шестерки. Но эта шкала основана на других международных шкалах, известных, поэтому такое деление. Значит, у нас есть три составляющие устойчивого развития, которые мы оцениваем. В каждой составляющей выделены 5 областей и 4 набора показателей. 4 набора показателей, это вот это, имеется в виду, недостаточно, минимально, хорошо, отлично. различные показатели, они представляют различные качественные стадии, как вы движетесь в направлении к культуре устойчивого развития. Значит, первый показатель недостаточно, то, что вы оцениваете, недостаточно для нужд образования и воспитания детей. Третий пункт, минимальный, то есть, означает, ну, грубо говоря, что-то есть, у нас информация, дети, дети информацию получают по этой проблеме, какие-то первые знания, но все, больше ничего нет, они ни в чем не участвуют. Пятый пункт, это хорошо, дети принимают участие в деятельности уже в какой-то, влияют на принятие решений, тут все понятно, и, наконец, вершина оценки 7, это отлично, означает, что дошкольное учреждение, все дошкольное учреждение вовлечено в процесс социальных перемен и реализуются какие-то системные изменения, то есть, не просто дети вовлекаются, да, все педагоги и меняется жизнь детского сада. Значит, у нас остались значения 2, 4, 6, они есть, они используются для того, чтобы зафиксировать, ну, я бы сказала, промежуточное состояние, это на самом деле, на мой взгляд, не просто, но это уж каждый будет решать сам, какой выбрать показатель. То есть, допустим, у вас недостаточно для нужд образования, да, но все-таки что-то у вас есть больше, чем вообще ничего нету, но при этом второй, третий пункт еще не соблюдается, тогда вы ставите двойку. Вот, на мой взгляд, именно это имелось в виду. Значит, индивидуальные рейтинги, когда рейтинг проводит педагог, и педагоги, и руководитель по отдельности проводят наблюдение окружающей среды детского сада и образовательного процесса и составляют свой рейтинг в различных областях, вот как раз выбирают значение между единицей и семеркой. Они используют рубрикатор, там есть, значит, рубрикатор, а есть рубрикатор индивидуальная оценка и планирование, то есть это когда сам человек делает, и есть коллективная. На мой взгляд, да, у меня вопрос уже такой задавали, кто хочет участвовать, можно ли участвовать одному воспитателю и оценивать только одну группу? Я думаю, что да, это особенность нашего образования. Допустим, я думаю, такой вопрос не возникнет в зарубежных детских садах, потому что у них дети разных групп общаются между собой и на территории, передвигаются все вместе и передвигаются по детскому саду, поэтому они не могут оценить только среду группы, у них дети используют всю предметно-пространственную среду. У нас же очень часто дети сейчас вот замкнуты в пределах своей группы и самое главное у них вот эта развивающая среда, поэтому я думаю, что можно. Значит, вы оценили свой рейтинг, но вы потом смотрите на этот рейтинг как на подсказку, а что она, он вам подсказывает сделать что-то новое в своей группе, допустим, да, но педагоги, хорошо, когда педагоги объединяются и проводят каждый, еще раз я уже говорила, оценку всего детского сада или хотя бы меняются группами, это, конечно, будет более объективно. И в рубрикаторе есть еще в этих таблицах место для индивидуальных комментариев, потому что, ну вот вы сказали, вот так я считаю, но а почему любой у вас человек, который будет с вами общаться, он спросит, а на чем основа на ваше мнение, поэтому там некоторые примеры тоже вписываются в эти таблицы. Посмотрите пока на этот слайд в целом. Было понятно, о чем я сейчас говорю, о рубрикаторе, мы вернемся к нему потом еще по другому, по другому этому слайду, по другому посмотрим. Значит, вот, что мы видим, это социальное и культурное разнообразие. Вы видите, вот у нас есть разделы, такие я их разделами назову, да, вот раздел ценность социального, там проблема такая, это программные дисциплины, что оценивается. Вы это оцениваете, наличие их или отсутствие. Значит, это вот те критерии, о которых я говорила. Один, три, четыре, семь. Они расписаны подробно. Если вы не можете определить, допустим, точно относится к критерию пять, с тем баллом, или все-таки это уже семь баллов, почти семь баллов высоко, но чего-то еще не хватает, вы считаете. ставьте промежуточную оценку шесть. Точно так же здесь, если между тройкой и пятеркой, ставим четверку. Я об этом частично уже рассказывала и на прошлом вебинаре, кто слушал мой прошлый вебинар, но здесь просто шкала немножечко другая по сравнению с предыдущим. Значит, что дальше мы делаем после оценивания? Педагог, естественно, должен проанализировать это оценивание, оно же не просто так делается, но вот сделали для галочки. А, во-первых, вы составляете для себя собственный рейтинг. Это не значит, что вы там сравниваете себя с другими воспитателями и все сравнивают вас и говорят, ага, этот педагог плохой, этот педагог хороший. Нет. Вы для себя смотрите, что вам можно изменить и планируете, что вы хотите изменить. Там есть такая специальная графа, называется планирование. Опять же, если вы посмотрите, это похоже на мой экологический паспорт детского сада, вот, и авторы этого проекта на самом деле когда-то тоже оценивали мой экологический паспорт, им очень понравилось. Так что есть такое некоторые похожие такие направления, и если кто паспорт составлял, то он помнит, там есть раздел детский сад, но у меня нет отдельного педагога, нет, там именно детский сад, он намечает, что можно сделать для изменения, новых изменений в школьном учреждении. Значит, в каждом, в каждой составляющей, вот эту табличку мы смотрели, существует еще один показатель. Это дополнительная тема. То есть, это тема, которую вы считаете важной. вы ее вписываете туда и оцениваете. Можете даже критерии свои придумать. Я думаю, что это важно потом свести все это вместе и посмотреть, какие дополнения у разных воспитателей возникают в этой шкале. Когда вы оцениваете группой, естественно, важно тоже потом обсудить это все. Ну, я хочу сказать, что я подобрала разные фотографии, которые у меня были, вот это наши разные семинары, конференции, совещания. Вот, может, кто-то себя узнает, порадуется. Понятно, что это мы пока еще не обсуждаем рейтинг, но, тем не менее, какие-то проблемы обсуждаем. Значит, группа друг с другом обсуждает вот эти рейтинги, которые они составили. Для этого мы используем рубрику. Я говорила, что две рубрики есть, индивидуальная и групповая. Значит, групповая оценка и планирование. Вы дискутируете, потому что могут не сойтись ваши оценки, это очень важно, поэтому важно убедить друг друга. Вот, ну, что в итоге? А в итоге у вас появляется возможность, во-первых, участвовать в изменениях, которые в детском саду пройдут, и планировать эти изменения. Значит, эти рейтинги, которые составлены педагогами, индивидуальные, они помогают просто увидеть свои более сильные стороны и более слабые стороны и свои, и вообще дошкольного учреждения. Вот это важный момент. Но мне кажется, это как раз очень хорошо, когда мы сами оцениваем, то есть смотрим на то, что мы уже привыкли, да, на свою среду, мы смотрим немножечко по-другому. Вот. Конечно, на эти дискуссии это нужно время, и на оценку нужно время. Я скажу, как проект выполняется, он долгосрочный, он не сейчас, не срочно до лета. Сейчас мы только начинаем, я думаю, что мы вернемся еще к нему и на вебинарах. Значит, соответственно, после всего, о чем мы говорили, вы разрабатываете план деятельности. Это уже завершающий этап. С чего вы начнете ваши изменения реализовывать, что нужно делать совместно с детьми, потому что, вспомните, я говорила, что результаты эти, да, обсуждаются, конечно, педагогами, но потом проект и какие-то изменения, они обсуждаются с детьми, мы слышим голос ребенка и выполняются они тоже вместе с детьми, родителями, и тоже вспоминаем местным сообществом, то есть социумом. Группа разрабатывает план определенный, описывает все этапы выполнения разных видов деятельности. Это уже там и детские туда включаются, и взрослые, намечаете сроки выполнения, вот, и все это у нас направлено на реализацию принципов устойчивого развития. Значит, вот какой период авторы предполагали, период, на который рассчитаны проекты и другая деятельность, то есть проекты, которые вы уже спланируете. Эти проекты можно реализовать в течение 6-12 месяцев. Но если вы считаете, что у вас более короткие, пожалуйста, я считаю, что здесь это на ваше усмотрение. Может быть, можно вот этот проект, который вы решите 6 месяцев выполнять, можно разбить на какие-то мини-проекты. Ну, допустим, например, если у вас будет проект по сокращению использования ресурсов, вы можете какой-то проект месяц или два посвящать воде, другой проект там энергии, третий проект тому, чтобы у вас там пищевых отходов было меньше или мусора. Вот можно такой сделать, такой комплексный. Ну, и понятно, что все эти у нас проблемы и внедрение практик устойчивого развития, они направлены на то, чтобы мы воспитывали, формировали у детей соответствующее мышление. Ну, и с одной стороны это патриотическое воспитание, потому что начинаем мы с ближайшего окружения и связи с социумом, и заканчивая формированием позиции гражданина мира. Это важно, потому что вот мы, наверное, сейчас особенно почувствовали, как наш мир все-таки связан, все страны связаны между собой, все люди связаны между собой, и что на самом деле он не так уж велик, как нам иногда кажется. Все мы, действительно, как такое банальное выражение, все мы в одной лодке, но это действительно так. Значит, подведение итогов. после окончания проектов и всех мероприятий вы снова проводите оценку вот результатов при помощи этой шкалы. Ну, я думаю, что мы потом поговорим, возможно, здесь можно оценивать только те параметры, на которые был направлен, на изменения которых был направлен ваш проект, то есть не сделать все полностью изначально. И понятно, что уже здесь вы таким образом отслеживаете развитие, чего вы достигли, ваши достижения, вот, ну и опять, это же у нас процесс, мы не останавливаемся в том развитии, в своей работе, поэтому мы опять какие-то намечаем себе планы новые. Значит, теперь давайте посмотрим по составляющим более конкретно, оценка, прямо таблички. Составляющие социальные культурные устойчивости. Кто сюда у нас входит еще раз? Социальная справедливость в мировом масштабе, ну, это неравенство и так далее. Стремление к созданию культуры устойчивого развития, в которой это школьные учреждения начинают и принимают участие в проектах и групповой деятельности. Эта деятельность у нас направлена на исследование и критическое оценивание тех социальных и культурных традиций, которые у вас уже есть. Но для чего мы это делаем? Для того, чтобы встроить повседневную жизнь в практике устойчивого развития детей и взрослых. Смотрим теперь, как выглядит табличка. В табличке, я напомню, там у нас есть пять показателей, я взяла для примера только некоторые, не все. Значит, первые. Формирование представлений посредством книг, игрушек, наглядных пособий. Понятно, что представление это имеется в виду вот по этому компоненту социальная культура. Значит, давайте смотрим, что означает единичка. Единичка означает ограниченные, что ресурсы для критического осмысления стереотипов или для представления культурного разнообразия эти ресурсы у вас ограничены. Это ресурсы какие? Это могут быть книги, плакаты, какие-то пазлы, игры. Наглядные пособия, все, что угодно. Игрушки тоже по этой тематике. То есть, вот есть какие-то, но их очень мало вы считаете. Третий. Присутствует некоторое изображение, но использую слово изображение, думаю, что здесь лучшее слово наглядное пособие потом исправлю. И другие ресурсы для критического осмысления стереотипов, то есть, чтобы стереотипы мы не воспроизводили с детьми, да, а мы как-то по-новому смотрим. И желательно, положительно представляли культурное разнообразие. Я думаю, что по культурному разнообразию много. По стереотипам, ну, я вам что могу предложить, это мой такой подход. Знаете, что гендерная проблема, она очень по-разному решается в разных странах, и это зависит от традиций страны. и у нас на что можно посмотреть? У нас есть свои традиции, безусловно, вот есть свои проблемы, но здесь я просто маленький такой пример приведу, который показывает, как можно по-новому посмотреть на эту проблему. вот, допустим, я замечала еще давно, когда вот мы в разных конкурсах, я как в честь жюри участвовала, и, например, конкурс в Москве был лучший детский сад, и потом вот у нас идут всероссийский конкурс воспитателей года, где дают воспитателям тоже занятия. Я вообще много всего видела и обратила внимание, что когда речь идет о гендерном аспекте, часто воспитатели говорят, вот у нас тут уголок для девочек, вот тут, значит, там, куклы разные, кухня, а вот здесь у нас уголок для мальчиков, там у нас машинки, танки и так далее. Я вот часто спрашивала воспитателей, скажите, а вы сами машину водите? И они многие говорят, да, я вожу машину. И получается, что как бы мы детям сразу показываем, что машины это только мальчики, то есть женщины у нас к машинам не имеют отношения. Вот на ситуации, это такой именно стереотип, который у нас сложился уже давно. И мне кажется, что с этой точки зрения, если девочкам вот не показывать такое деление, то они будут с удовольствием играть с машинками вместе с мальчиками. Точно так же, как, надо сказать, в последнее время вижу много фотографий в фейсбуке и в реальности, вот я в садах недавно была, мальчики приходят на кухню, что-то варят, играют с куклами. И смотрите, это на самом деле очень важно, потому что когда мы говорим, что только для той же кухни, это только для девочек у нас игра, или, допустим, с ребенком ходит, хотя это ребенка только девочка, что мы воспитываем у детей? Мы воспитываем стереотип, что потом в семье ребенком занимается только мама, а папа, да, он там где-то машину чинит или на танке ездит, вот, потому что у него другая роль. Это ведь действительно потом закладывается, у ребенка остается это. Вот, поэтому вот, например, такой, пересмотр отхода этого, мне кажется, это уже отход от стереотипов, это может быть рассчитан в плюс. Еще раз повторю, что видела, что уже многие от этого отходят. И что интересно, вот я наблюдала, мальчики с огромным удовольствием что-то там варят, насыпают в эту кастрюлю, потом идут, несут девочки, и, значит, чтобы она покормила или куклу носят. Вот, то есть у них нет вот этого стереотипа разделения, это мы его формируем. А сегодня вы знаете, что очень важно, чтобы такого стереотипа в семье не было. Ну, это такой маленький пример. Следующие пять, значит, книги, изображения, то есть наглядные пособия, мультимедийные и другие материалы используются для того, чтобы вместе с детьми, то есть видите, тут дети появляются, обсуждать и размышлять о культурных и социальных стереотипах. Там раньше у нас что? У нас есть, допустим, когда у нас тройка, есть наглядные пособия, их вешиваем, или там, допустим, интерактивная доска, мы на ней показываем какую-нибудь презентацию и говорим, вот смотрите, у нас есть разные народы, разные дети, у них разные там национальные костюмы, традиции, и все, да. А, допустим, если вы, как уже многие детские сады делают, выполняете определенные проекты и просите детей самих, вместе там с их родителями, рассказать о национальности своей семьи, о стране, из которой они приехали, если они привозят национальные блюда, если они, допустим, рисуют узоры, предлагают всем нарисовать узоры их национальных костюмов, это уже пункт пять. Вот, вот это вот различие такое. Седьмое, это максимум у нас, дошкольное учреждение применяет критический подход в целом в образовании для того, чтобы противодействовать предрассудкам и инкриминационным управленческим практикам. Ну, я думаю, что у нас таких практик, скорее всего, нет, но то есть имеется в виду, что вот эта политика, она ведется на уровне всего детского сада, в том числе, каким-то образом может отражаться и в управлении детским садом. Ну, каким, я думаю, что это лучше, понятно, лучше видно именно руководителям детского сада. Вообще, я когда готовила эту презентацию, я вам честно скажу, я поняла, что мне нужно написать, как я раньше тоже делала, разные примеры, пояснения. Пояснения нет, вот, что все я вам говорю, это моя трактовка. Значит, второй пункт, социальное и культурное разнообразие. Первое, ценность социального и культурного многообразия упоминается в дошкольных программах и планах. Многоязычным детям не разрешается использовать их родной язык. Ну, тут вот надо подумать над оценкой. Наверное, у нас действительно эта проблема существует. Последние годы она особенно очень так актуальна. и не случайно вот все интиминары и вебинары по билингвальным детям и вообще по этой проблеме собирают огромную аудиторию. Поэтому у нас она тоже важна. Тройка, если проблема важности и ценности культурного разнообразия заявлена в детском саду, дети с другим родным языком могут использовать свой первый язык и могут быть уверены, что их родной язык уважают. Пятый пункт, программные принципы, планы и рекомендации отчетливо демонстрируют внимание того, что культурные различия и разные условия жизни могут помочь развить способность понимать и уважать и относиться к условиям, в которых живут другие люди и к их ценностям. Ну, это, собственно, культурное разнообразие, так Диева-то очень сформулировано. У детей есть много возможностей для игры, групповой деятельности и дискуссий, в которых они могут поделиться своими идеями и опытом. Это уже на уровне детей эта проблема. Наконец, седьмое, что опыт, знания и идеи самих детей является отправными точками для дошкольного образования. Вот, это голос ребенка, мы не просто слушаем, потому что можно слушать ребенка, но и сказать, да, хорошо, мы послушали. Важно еще потом, чтобы ребенок понял, что его голос услышат. Дальше, дошкольное учреждение регулярно взаимодействует с местными сообществами, то есть социумом, и выполняет роль таких такого места, где как раз встречаются различные культурные, социальные слои населения, и вот они их объединяют. Я думаю, что тоже такие мероприятия у вас проходят в детских садах. И четвертое, это все у нас социальная социальная составляющая. Четвертое, у детей существуют ограниченные представления о местном сообществе, то есть они плохо представляют себе, что вокруг, в котором существуют дошкольные учреждения, или контакты с ним ограничены. Значит, я хочу сказать, что у разных детских садов оценка здесь по этому пункту, мне кажется, будет разная. Почему? Потому что, допустим, одно дело, вы оцениваете, как контактируют дети в Москве, тут, наверное, можно брать микрорайон, можно город целом, это на ваше усмотрение. А, допустим, если это какой-нибудь поселок, да, ну там, понятно, там вы берете контакты со всем поселком, то есть тут масштаб будет разный. Третий пункт, дошкольное учреждение, это пятерка, приглашает семьи и представителей местного сообщества к сотрудничеству, а дети регулярно участвуют в деятельности местного сообщества. Седьмое, дошкольное учреждение и сами используют, и дети используют максимум возможностей для того, чтобы исследовать среду своего населенного пункта и взаимодействовать с местным сообществом, чтобы больше узнать о том, где они живут, о разнообразии локальных и глобальных культурных и социальных традициях устойчивого развития. В программах это у нас все есть. Другой вопрос, насколько это реализуется именно в практике, а не просто изучается с помощью наглядных пособий. Вот это тоже большой вопрос. И смотрите, вот следующие, значит, у нас пять, такой раздел, дополнительная тема. Он не случайно пустой. вы добавляете любую тему, какую хотите, и разбиваете ее в шкале. То есть вы ее предлагаете, как-то оцениваете. Допустим, эта тема для вас важна, она у вас прекрасно представлена, или наоборот она у вас не представлена, но вы хотели бы, чтобы она была представлена. И, соответственно, вы сюда все это вписываете. Еще следующая составляющая, четвертая, составляющая экономической устойчивости, равенства. Ну, мы частично уже говорили об экономической составляющей, уже у меня не так много времени осталось, сейчас я в целом скажу, значит, там у нас формирование тоже культуры устойчивого развития, и дошкольники инициируют и проекты, какую-то деятельность, но я сразу скажу, что, конечно, дошкольники инициировать совсем без взрослых не могут, особенно там, допустим, средний, старший возраст, потому что для того, чтобы они что-то инициировали, с ними надо что-то обсудить сначала. Так, значит, здесь критическое осмысление использования ресурсов, потребительских привычек, вот то, что мы с вами говорили, что, допустим, экономия ресурсов, она должна войти в повседневные практики. Давайте посмотрим потребление ресурсов. Первый пункт, единичка. Что это такое у нас по потреблению ресурсов? То есть еще раз, мы сейчас, когда смотрим на единицу, мы оцениваем тему потребления ресурсов. Я оцениваю сначала ее на единичку. Это значит что? Ответственно потребление воды, электроэнергии, бумаги уделяется крайне мало внимания. Может, вообще не уделяется, но так редко бывает. Дальше я считаю, нет, этот пункт мне не подходит. У меня ситуация лучше. Считаю три, тройку. Педагоги поддерживают предложение детей, по экономии материалов и ресурсов, таких как бумага, электричество и вода. Ну, я думаю, что меня поддерживают, но не просто поддерживают, у меня еще дети что-то придумывают, и мы выполняем проект. Я прихожу к пункту пять, к цифре пять. Дети вместе со всем дошкольным учреждением участвуют в деятельности по экономии воды, бумаги и электричества и понимают важность ответственного поведения в рамках устойчивого развития. Но, возможно, это я свою группу оцениваю. Да, у меня это пять. А если дошкольные учреждения участвуют во всех этих местных инициативах, разных социума, в целом по всему детскому саду беспокоятся о рациональном использовании ресурсов, тогда я с чистой совестью ставлю себе семерку. Смотрю второй пункт. Деньги и планирование бюджета. Это сложная для детей тема, но она есть у многих. Дети редко вовлекаются в разговор о деньгах и о том, что нужно экономить средства и экономической устойчивости. Дети иногда участвуют в принятии решений о покупках в дошкольном учреждении. Конечно, тут сразу у всех возникает вопрос, как у нас дети могут участвовать в покупках. Но, в принципе, я вот в прошлый раз говорила об этом тоже на вебинаре. Знаете, мне потом написали некоторые детские сады, но это, как правило, детские сады в небольших городках. Они написали, а мы с детьми обсуждаем сначала, какие игрушки нам купить, и только после этого покупаем игрушки. Так что, этот пункт у нас тоже вполне может быть реализован. Вы просто подумайте, в каком направлении можно его реализовать. и у детей здесь доступны разные материалы по экономикам. Пятый пункт. Дети регулярно принимают участие в решениях о покупках в дошкольном учреждении, но я думаю, здесь у нас сложно выполнимо. Вы можете комментарии свои писать, что вот этот пункт не выполним, потому-то, потому-то. Вот. И не просто у них игрушки и пособия, они именно участвуют в разных дискуссиях, в обсуждении. Ну и понятно, что если у нас седьмой пункт, то у нас уже есть проекты на уровне детского сада, и мы обсуждаем со всеми детьми эти проекты и вовлекаем в их соответствующую деятельность. Я думаю, вы уже понимаете, да, как бы идею авторов, почему от единички до семерки. То есть сначала или вообще ничего не вовлекается, потом что-то есть, но это без детей практически потом дети участвуют, ну, допустим, там на уровне группы, а последний это когда все дошкольное учреждение занимает. Сортировка переработка отходов. Так, у меня осталось 10 минут, как раз я должна закончить. Сортировка переработка отходов. Единичка. В дошкольном учреждении мало возможностей для сортировки и переработки отходов. Эти, дети иногда участвуют в деятельности по переработке отходов и по-новому используют ненужные вещи в дошкольном учреждении. Вот это уже чаще встречается. Дети регулярно участвуют в сокращении отходов, их сортировке, переработке, а также в повторном использовании ненужных вещей в детском саду и в банках социума, то есть в своем городе, в своем поселке. И дошкольное учреждение открыто для идей самих детей, по этому поводу. И, наконец, идеально. Это дошкольное учреждение инициирует локальные проекты, направленные на экономию и перераспределение ресурсов с целью уменьшения отходов. Кроме того, он реализует совместное с детьми принятие решения о покупках детского сада и обсуждает проблемы отходов, внедрение принципов ответственного производства, потребления и оценивает свое воздействие на окружающую среду вместе с детьми. Я думаю, что вы обращаете внимание на то, что, в принципе, вот эта экономическая устойчивость, она, конечно, тесно связана и с экологической. Значит, теперь последняя составляющая, экологическая устойчивость. Стремление к формированию культуры устойчивого развития, проекты по этой тематике, это деятельность по исследованию и осмыслению взаимоотношений человека и природы, проживанию человечества в целом, зависимости людей от природы и исследования самой природы, ну и экологические проблемы различные. Давайте посмотрим шкалы. Первая шкала – мир природы. В дошкольном учреждении ограничен или отсутствует доступ детей к природной окружающей среде. К сожалению, может такое сейчас быть, хотя раньше этого не было. Дошкольное учреждение предлагает детям некоторые природные ресурсы и материалы. Периодически дети посещают дикую природу и места, где сохранилась природа в ближайшем окружении. Есть, у нас такое бывает, но не у всех. Петерка – это дошкольное учреждение предоставляет детям возможность регулярно использовать различные природные материалы и исследовать природу, включая животных и растения. И седьмое – дети регулярно участвуют в экскурсиях на природу в разное время года, тоже можно написать, почему это сложно, а также в деятельности по охране окружающей среды, животных, растений, в дошкольном учреждении, так и в масштабе местного сообщества. Но, в частности, кто участвовал в предыдущих проектах по названию для устойчивого развития, они реализовывали вот эти задачи, вот они себе семерку точно могут поставить. Второй пункт – забота о природе. В дошкольном учреждении у детей недостаточно возможностей заботиться о природе, но у нас сократились возможности, естественно, в связи с санпинами, а также редко обсуждается проблема сохранения окружающей среды. Второй вариант, когда тройку мы ставим, дошкольное учреждение обращает внимание детей на необходимость заботиться о природе в самом дошкольном учреждении, на природе в границах местного сообщества, то есть в вашем населенном пункте. Школьное учреждение начинает учитывать потенциальную опасность химических веществ, то есть это вредность в игрушках, оборудовании и непосредственно окружающей среде. Опять же, я думаю, что просто можно написать, что у нас есть определенные правила в этом смысле. Пятая, в детях поощряется способность определять экологические проблемы в детском саду и в обществе и в целом предлагать свои решения и действия, детский сад не допускает присутствия опасных для здоровья веществ в игрушках и так далее. Но это аналогично по предыдущему пункту. И, наконец, седьмой максимальная оценка. Дети регулярно участвуют в проектах, в том числе в планировании по исследованию и пониманию экологических проблем природных взаимосвязей и циклов, а также взаимного влияния людей, общества и природы друг на друга. Третье положение локально ориентированное образование. Значит, занятия проходят только на территории дошкольного учреждения, у нас сейчас и есть. У детей есть, все равно пишем честно, у детей есть возможность посещать и исследовать природно-окружающую среду, и такие сады есть. Дети регулярно исследуют непосредственную окружающую среду, природу, и обсуждают условия для биологического разнообразия, и максимальная оценка дошкольных учреждений инициируют проекты и участвуют в экологических проектах местного масштаба, у нас акций очень много проводится, и таким образом демонстрируется роль дошкольного образования для устойчивого развития. Это на самом деле очень важно. У нас все-таки до сих пор в стране и в международном даже масштабе недооценивается то, что делают детские сады. Вот и на самом деле вот эти мероприятия, они тоже направлены на престиж. Но давайте я не буду сейчас подробно зачитывать остальные, потому что в принципе это понятно. Вот есть, допустим, положение такой темы здоровая окружающая среда. Она тоже имеет свои градации от единицы до семерки, и мне кажется это интересно, потому что здоровье мы все всегда обсуждаем. Вот, соответственно, детские сады этой проблемой активно занимают. Итак, представим, что вы занимаетесь этой шкалой. Смотрите, что вы используете для того, чтобы поставить свои оценки. Вы используете вот такую форму. Это как раз и есть по каждому форму такая, по каждому направлению, по каждой составляющей она. Вот, например, здесь составляющая социальной и культурной устойчивости. Здесь все перечислены оценки, что я показывала вам. И, значит, вы смотрите. Оценка вот выставляется здесь напротив. То есть, если вы считаете, что единица, ставите там единицу. отмечаете здесь оценку. Дальше ваши личные примеры наблюдений в этой области. Какие примеры на вас повлияли, почему вы поставили семерку? Ну, сколько хотите примеров. Или почему вы поставили единицу? Вот, например, вы пишете, что нет никаких наглядных пособий по этой тематике. Все там единица. Вот. И здесь же вы можете написать идеи для моей работы как педагога и руководителя. То есть, каждый педагог пишет свои вот эти идеи. И потом, как я говорила, вы обсуждаете все вместе. И таким образом у вас рождается либо проект для всего детского сада, кстати, это тоже может быть, или проект отдельно для вашей группы. Форму это, конечно, вы получите. Ну, точно так же есть у нас и для других есть те же формы. Теперь, о чем все спрашивают, во-первых, можно ли еще подключиться к этому проекту? Да, можно. Дело в том, что сроки проекта сдвинулись, были сроки первоначально там вообще до июня. Сейчас вот у нас было последнее совещание по скайпу и было решено, что сроки мы сдвигаем. В разных странах ситуация разная. Где-то детские сады абсолютно все закрыты, где-то работают и когда открываться тоже будут по-новому. Но я вообще считаю, что пока вот сейчас такая ситуация, кто участвует, вы можете проанализировать для себя вот те пункты, которые есть и наметить, а что я хочу посмотреть в своей группе или что мы посмотрим в детском саду. Да, можно даже всем посоветоваться. Это тоже важно. И, допустим, даже что-то уже записать, какие-то пометки сделать, потому что вы же знаете свою группу. Единственное, что, допустим, на будущее необходимо провести вот наблюдение за детьми, как они в свои игры включают, какие-то положения не включают, уточнить еще, что у вас есть, посмотреть, чего не хватает. Это когда у нас все будет хорошо, я верю, что все, что будет хорошо, вот тогда это вы сможете продлить. Значит, таким образом сейчас вы можете включиться в проект, можете начать делать то, о чем я говорю. я в ближайшее время вышлю вам адаптированный вариант и условий там было к этому проекту и вот эти все шкалы и таблички. Вот еще раз хочу посмотреть, потому что вот мне помогал сын переводить, за что ему огромное спасибо, но в том, что он тоже адаптировал, все равно приходится очень много еще как-то менять и предложения, и термины, возможно, я что-то добавлю. Вот, но это все вышло, я думаю, в течение недели. Значит, вы можете работать с этим спокойно и в сентябре еще, и там осенью мы можем к этому вернуться, мы просто не знаем, как вообще ситуация будет складываться. Нужно просто подумать, оставить время на выполнение проекта после того, как вы шкалу сделаете. Какой это у вас будет проект? Длительный, траткосрочный, несколько проектов, комплекс проектов, это на ваше усмотрение. Вот, то есть весь проект, вот отчет по проекту мы будем составлять, если ничего не изменится, в мае 2021 года, потому что конференция, на которой будет это все обсуждаться, она теперь принесена на июль 2021 года в Греции. Конференция будет, и желающие, кстати, могут в ней участвовать. там еще раз будет информация, я могу потом тоже выложить эту информацию. Значит, таким образом мы с вами имеем большую промежуток времени и для осмысления, и для выполнения, но я хотела бы, чтобы вы по мере заполнения этих шкал, да, вы мне их высылали, потому что мне же тоже нужно посмотреть, обработать, может быть, у меня какие-то просьбы к вам возникнут, вопросы, чтобы вы что-то дополнили или уточнили, чтобы мы в таком режиме работали. Значит, смотрите, здесь у нас есть почта, вот она, почта проекта. Есть ли вопросы по проекту, пожалуйста, пишите именно на эту почту. Я информацию о проекте выкладывала в Фейсбуке, у меня две страницы, но вот сейчас более такая активная страница, вот эта вторая, это тоже профессиональная страница, там я выкладываю то, что связано и с конференциями, вебинарами и так далее. И это моя общая почта, ну, то есть это моя личная почта. Но еще раз, по проекту пишем вот на эту почту. Я выкладывала в Фейсбуке форму, которую нужно заполнить для участия и прислать мне вот на эту почту, почту проекта. Уже мы очень много людей прислала, я, честно говоря, даже не думала, что будет много желающих, это на самом деле очень здорово, и мы постараемся, чтобы это было интересно. Еще раз хочу сказать, вы не переживайте, что это какой-то конкурс, что вы должны что-то обязательно сделать, что вот вас кто-то будет проверять. Нет, но кто участвовал в проектах, знает мое отношение, да, я всегда благодарна задам за участие и всегда с пониманием отношусь к тому, что кто-то что-то не мог сделать, вот наоборот, это очень здорово в принципе, что вы участвуете, что-то получится, что-то не получится, это мы не оцениваем. Важно, что вы в принципе решили поучаствовать, решили что-то изменить в своей жизни, и за это, в общем, вам огромная благодарность, я думаю, не только вот от меня, а и от всего координационного этого Совета международного проекта. Значит, я прошла к концу, время тоже у нас заканчивается, давайте пять минут я посмотрю, все-таки вопросы, наверное, они есть. Значит, принять участие, я сказала, понятно, да, теперь, наверное, то есть вы ищите заявку у меня на Фейсбуке и ссылайте мне на эту почту. У кого совсем нет возможности на Фейсбук зайти, ну, напишите мне на эту почту, я перешлю вам заявку. Но мне, конечно, удобнее, когда там вы берете, потому что очень много приходится переписываться. Заявку подать, давайте заявку можете подавать, я думаю, что до лета даже можно подавать, вдруг вы надумаете. То есть сейчас в процессе вот такой ситуации, которая у нас, я думаю, что можно продлевать. Так, значит, что у нас еще? Интересно, очень здорово, что вам интересно, я рада. новый вариант программы «Наш Дом Природы», я думаю, что у нас организатор Екатерина вам скажет об этом, где можно новое купить, новый вариант купить. Да, часть презентации я вам пришлю и будут у вас эти документы все естественно. вот, то, что природы меньше, я с вами абсолютно согласна, тут написано в современных комплексных программах для ДО природы гораздо меньше, чем было в типовой программе. Абсолютно с вами согласна и я думаю, что это можно отметить в комментариях. Я говорю, я думаю, что нам вот этот проект нужно использовать еще для своих целей, чтобы что-то изменить в дошкольном образовании, в российском дошкольном образовании, пытаться хотя бы. по безопасности. Да, тут написано, что нельзя выходить на природу. Я же работаю в тесном контакте с садами все время, я все эти проблемы знаю. И еще раз, мы это пишем, допустим, мы это описываем, ставим себе там единицу, я понимаю, что никому не хочется ставить там, допустим, тройку себе, но я призываю вас поставить честно. Неважно, вы не выходите, потому что у вас нет, возможности вам запрещают или по другой причине, а в комментариях вы напишите, что вы не выходите по такой-то причине. Бал у вас будет, дети-то у вас не общаются, значит, этот пункт не выполняется. Твоё дело, почему? А потом мы сделаем обобщение. С каким причинам вот эти заниженные баллы? Вот это как раз очень интересно на самом деле. Вот экоцентр у кого-то есть, у кого-то городской парк, да, ну вот выходит в парк. Я еще раз, знаете, я убедилась, когда я общаюсь с садами, допустим, московскими и региональными, очень разная ситуация. В московских садах мне практически все говорят, нас вообще запрещают комнатные растения, у нас ничего нет, мы никуда не выходим, многие сады, но не все, кстати. А в регионах часто говорят, ой, а у нас такой парк хороший, а мы вот постоянно туда ходим. У нас там, если я не ошибаюсь, по-моему, чебоксары вот выкладывают фотографии, у них там вообще огромный проект, я не ошиблась, когда они выходят в разные места города и республики и изучают их, вот, и у них, они, допустим, поставят точно себе семерку. И я не знаю, как они там с безопасностью, но у них это существует, это вот, ну, дело существовало до современной ситуации. Что там еще? Производство одежды из кожи и меха. А, да, это я так поняла, как пример, совершенно верно, да, производство одежды это важная проблема, такая моральная, абсолютно с вами согласна. Что у нас еще есть? Ну, вебинар уже написали, будет запись вебинара. Ага, вот про моральные нормы. Спасибо, что вы тоже написали. Моральные нормы в том, что человек, делая себе хорошо, так или иначе, приносит вред окружающим, забой животных, вырубка леса. Проблема, как это минимизировать? Да, конечно, я с вами согласна, но у меня сейчас нет времени, но вы знаете, что вот я и писала много в книгах, еще такой момент есть, что человеческая мораль, она неприменима к природным объектам. Вот тут вот тоже такой аспект неожиданный несколько есть, это отдельно можно поговорить об этом. А то, я согласна с вами, вот допустим, синтетические кремы, да, часто на них пишут, что крем там, допустим, тестировался без использования животных, потому что многие кремы, мы же мажемся, да, и не задумываемся об этом, а на самом деле их тестируют там на тех же кроликах, еще на каких-то животных. Я не думаю, что кролики так сильно хотели бы сохранить здоровую кожу свою, да, и хотели бы, чтобы у них был такой опыт в жизни. И действительно, вот это моральные аспекты производства, они существуют, но мы затронули эту тему, но эта тема очень сложна для дошкольников, понимаете, показывать фотографии, как забивают там, допустим, лис, для того, чтобы у них, у людей были воротники, что надо с этим бороться. Я не знаю, потому что для ребенка это очень травмирующая ситуация, то есть здесь нужно очень осторожно относиться, вот, и мы же вот, например, когда говорим, вот в программах корова дает нам мясо, мы же не уточняем, как она нам дает, и что с ней после этого происходит. Вот, то есть здесь дошкольный возраст должен быть особенно осторожно рассмотрен, какие примеры у нас, но обсуждать это, безусловно, нужно. Так, сейчас я смотрю, что у нас, какие вопросы. Оль, тут такой интересный очень вопрос. Да, кстати, извините, я не сказала, там где-то у меня написано на слайде, меня многие спрашивали, могут ли участвовать студенты. Прямо написано, выполнение проектов, выполнение проекта, это участие не только педагогов, но и студентов. Вот это очень важно, студенты могут как практику проходить, допустим, и там даже есть отдельно конкурс, по-моему, для студентов, участие вот в этом проекте, и в шкале, и в выполнении проекта, и разработка. Я, кстати, хочу вам сказать, сейчас еще раз, у меня тут, я хочу поблагодарить все детские сады, сейчас отвечу на вопрос, забуду, все детские сады, тут у меня слайд был, все детские сады, фотографии, которые, которые здесь использованы, если кого-то вдруг я не указала, у меня, к сожалению, сейчас бывают фотографии, на которых не указан номер детского сада, я иногда не могу определить, но я вообще всегда стараюсь даже по памяти всех поблагодарить, потому что фотографий у меня очень много, значит, давайте вернемся к вопросу, институт развития, да, хочет поучаствовать, я думаю, что вы можете участвовать, смотрите, во-первых, замечательно, если вы будете участвовать в качестве экспертов, внешних экспертов, то здесь могут быть внутренние эксперты, которые работают в этом учреждении, а могут быть внешние, это замечательно, и вы можете потом сравнить внутреннюю экспертизу и вашу экспертизу, и подискутировать, можно даже организовать конференцию, вебинар можно организовать на эту тему, или вот сейчас веб-конференцию, это будет очень интересно, вообще, мне кажется, если у кого есть возможность, Можно обсуждать, вот садам объединиться. Я знаю, что в регионах несколько детских садов участвуют в проектах. Можно такое обсуждение периодическое тоже делать, онлайн обсуждение. Я думаю, что я создам группу в Фейсбуке, где мы тоже сможем обсуждать наши результаты, наши проблемы. А где тут у нас, я у меня ушла сейчас, вот интересный, да, я ответила в принципе про институт. Вот, что это очень здорово, если какие-то образовательные организации, не детские сады, будут участвовать у вас в этом проекте. Значит, все, еще раз хочу сказать, я в прошлый раз говорила, все участники, но именно коллективы, насколько я сейчас поняла, потом посмотрим. Пока что коллективы все получают дипломы за участие, сколько мы никаких рейтингов таких не делаем, то есть все абсолютно участники, это диплом специального международного образца за подписью всех руководителей этого проекта. То есть там будет и моя подпись, и подпись остальных членов координационного совета. И, соответственно, там с указанием ОМЕП и так далее. Спасибо за то, что вам понравилось, я рада. Сейчас смотрю. Смотрите, значит, меня спрашивают, для участия в проекте ОМЕП будет ли заключаться договор с ДОУ. Нет, ОМЕП – это общественная организация. Поэтому договор, вы напишите мне потом, что вы имели в виду, хорошо? Что для вас важно? Я не очень пока понимаю, какой договор. Вообще такой практики ни в одной стране нет. И у нас все детские сады участвовали просто вот так. Потом получали дипломы. Сколько? С 10-го года. Вот у нас идут проект 10 лет, соответственно, пока такой вопрос не задавал никто. Спасибо вам за пожелание успехов в работе и оценку в работе. Я хочу идти секундочку, подождем еще. Ну вот, уже время перебрала немножко. Кто-то спрашивает, если подключимся к проекту. Да, конечно, будет. Я вам высылаю шкалу и все это. Все, о чем я говорила, я вам говорю, а как иначе работать? Конечно. Обязательно все отправлю, все материалы. Сейчас вот еще пару вебинаров проведу. У меня будет больше времени, и я начну, я рассылку начну. Вот, да, институт развития. Значит, институт развития и образования. Я очень рада, что вы заинтересовались. Давайте сотрудничать. Все, наверное, я ответила на основные вопросы. Я больше таких больших вопросов не вижу. Если что, а, тут про шарики написали. Ну, про шарики, да, про шарики, да, отдельная тема. Я о ней пишу в Фейсбуке очень часто и на конференциях говорю. Я думаю, что мы можем еще потом про проблему мусора как-нибудь тоже обсудить. Есть ко мне вопросы? Значит, если нет вопросов, спасибо вам за внимание, за интерес к проекту. Я надеюсь, что мы с вами будем долго еще сотрудничать в рамках этого проекта. Я желаю вам успехов. Если какие-то вопросы, задавайте, пишите, заполняйте формы. Ну, и что еще? Конечно же, я хочу пожелать вам здоровья, вам и вашим близким. Все у нас было все-таки хорошо, несмотря ни на что, скажем так. Всего вам хорошего. До свидания. Всего хорошего. Продолжение следует...